Эти трюки должен знать каждый новичок. Я покажу тебе несколько простых приемов, выполнив которые, ты будешь звучать как профессионал. Первый прием называется «Шагающий бас». Я покажу тебе его на примере вступления к песне «Чиш и Ко» о любви. Внимание на левую руку. Обычно, когда мы исполняем аккорды в песне, то в басу нажимаем только основной звук. Например, для аккорда «Б» это будет звук «Б» или «С». Но аккорды в песне не существуют по отдельности друг от друга. Они работают на нонжировку вместе и создают тягущее густое музыкальное одеяло для мелодии. И чтобы это одеяло было еще протяжнее и плавнее, аккорды в песне можно соединять левой рукой. Давай посмотрим как. Соединять мы будем аккорды «Б» и «Джи». «Б» — это минорный аккорд, а «Джи» — мажорный. Если что, аккорды мы строим вот так. Находим первую букву в аккорде. В аккорде «Б» — это буква «Б». И если нам нужно построить мажорный аккорд, то есть без буквы «М», нужно использовать схему «4» плюс «3». Смотри внимательно. Находим ноту «Б» или «Си» и отстраиваем от нее 4 полутона. Раз, два, три, четыре. И затем «раз, два, три». Получаем мажорный аккорд «Б». Ну а если аккорд минорный, то схема будет «3» плюс «4». Смотри. Также строим вот «Б». Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Итак, чтобы соединить аккорд «Б» и аккорд «Джи», нам нужно заполнить пространство между ними еще одним басом. Бас — это партия левой руки. Смотри. «Б» и дальше мы прыгаем на через одну клавишу влево. Соответственно, самый простой вариант, когда мы переходим, мы нашим басом соединяем вот этот переход. То есть, что я сделал? Я просто добавил ноту «А» — бас «А» — в левую руку. И таким образом сделал переход между аккордами «БМ» и «Джи» более гладким и оригинально звучащим. С переходом между аккордами «БМ» и «Джи» все понятно. Они сравнительно близко друг к другу находятся. И нам очень просто с помощью одного лишнего баса соединить их друг с другом. Но что нам делать, если аккорды находятся на большем расстоянии друг от друга? Для примера мы возьмем с тобой аккорд «БМ» и аккорд «ФДС». Что мы можем сделать? Мы можем взять два баса. Например, «А» и «Джи». Или можем сделать этот переход хроматическим. То есть, пойти по полутонам вниз. По всем клавишам подряд. Так, кстати, часто делает в своих армжировках Элтон Джон. Но у нас-то сегодня на разборе «Чи» и «Ко». Мы заполним расстояние между «БМ» и «Джи» просто одним басом «А». Но помните, не нужно пытаться соединять каждый аккорд в цепочке. Порой это может быть слишком. Обычно хватает добавить шагающий бас после третьего аккорда в цепочке. Но я рекомендую тебе импровизировать и искать свое фирменное звучание. Именно так делают профессионалы. Вообще, количество подобных приемов в твоем арсенале определяет богатство звучания твоего исполнения. И более 40 подобных приемов я разбираю на своем курсе. Переходи по ссылке в описании к этому видео и скачивай бесплатно 5 уроков моей программы «Фортепиано. Свободно. Навсегда». На программе уже учатся более 4000 студентов. Даже если ты абсолютно новичок, ты подберешь три мелодии на слух самостоятельно. Сыграешь свою первую авторскую мелодию, а также освоишь основу музыкальной грамоты. Ну и вернемся к «Чи-шико». Во вступлении песни о любви есть еще два интересных приема, на которые не обращают внимания новички. Но которые делают игру более фирменной и профессиональной. Вот как играют обычные новички. Выучили схему построения мажорного или минорного трезвучия. И звучит оно примерно вот так. А на самом деле, если сделать более плавный переход от аккорда к аккорду в правой руке, то можно добиться более стильного и собранного звучания. Давай покажу, по какому принципу это работает на примере уже знакомых нам аккордов БМ и Джи. Начнем с аккорда БМ. Итак, чтобы сделать первое вращение, нужно перенести наш бас, то есть первый звук аккорда, наверх, то есть направо. И мы переносим наш звук Б или С на октаву выше. И получаем первое обращение. Чтобы сделать второе обращение, нужно перенести вновь наш самый первый звук, на этот раз звук Д или Ре, на октаву выше, вот сюда. И получаем второе обращение. И если мы еще раз перенесем наш самый первый звук, на этот раз звук ФДС, мы получим три звуча. Давай закрепим этот принцип на аккорде Джи. Строем аккорд Джи, переносим самый первый звук аккорда наверх или направо. Получаем первое обращение. Переносим снова первый звук, на этот раз звук Б, направо. Получаем второе обращение. И можем перенести в третий раз, получив три звуча. И теперь, когда ты знаешь, как играть обращение аккордов, ты можешь собрать их вместе. И вот эти переносимые то вверх, то вниз звуки будут звучать, как едва заметная мелодия в аккомпанементе. И еще лучше соединят между собой аккорды. Давай посмотрим, как это применить в песне о любви. Итак, первый аккорд Д я играю обращением. Это первое обращение. Делаю это для того, чтобы сыграть ФДС аккорд трезвучием, потому что так звучит лучше. Дальше аккорд БМ я играю обращением. Вторым обращением. Дальше я играю аккорд Джи трезвучием. И аккорд А вторым обращением. В итоге все аккорды у меня находятся очень близко под пальцами. А в результате их соединения друг с другом получается мелодия. Лучше всего этот прием подходит для куплетов, ведь там голосу солиста нужно дать больше места и внимания в аранжировке. А в моментах, где фортепиано солируют, наоборот можно играть пошире, но при этом тоже использовать обращение аккордов. Ну и заключительный прием. Шагать может не только левая рука, но и правая. Теперь вместо того, чтобы брать просто вот такой аккорд, я буду добавлять бас из числа аккордовых звуков. И получится вот так. Обрати внимание, что для того, чтобы красиво сыграть этот прием, тебе тоже нужны будут обращения. Смотри, первое обращение D, потом трезвучие FDS, второе обращение BM, трезвучие G, дальше второе обращение A и первое обращение D. А как же я выбираю вот эту дополнительную аккордовую ноту под большим пальцем? Я строю аккорд и просто беру ту ноту, которая ближе из числа аккордовых звуков. В первом обращении D ближе будет D, в трезвучие FDS ближе будет аккордовая нота CDS. Ну и дальше точно так же. В BM это будет D, в G это будет D, дальше в A это будет CDS, или я мог бы сыграть просто E и D. Теперь ты знаешь все три приема, которые я использовал, чтобы сыграть песню о любви в начале ролика. Но эти приемы универсальны и подходят для большого количества других песен. Например, для песни Imagine. Вот смотри, вот шагающий бас. Ну а в правой руке, я думаю, ты заметил, что я использовал прием с добавлением аккордовой ноты. А вот так это звучит вместе с мелодией. Если в процессе разбора ты почувствовал, что не все получается сразу и гладко, не переживай. Во-первых, тебе нужно постоянно тренироваться и разрабатывать мышечную память. Ну а во-вторых, по ссылке в описании, я оставил для тебя три бесплатных занятия, которые помогут тебе продвинуться в изучении этого и других приемов на нашем канале. Напиши в комментариях, какие приемы ты еще знаешь и сколько времени у тебя заняли эти трюки. Подписка и лайк приветствуются. До встречи.